Доброе утро, Приднестровье! Доброе праздничное утро! Безусловно, доброе. Вот такое яркое, насыщенное. Я уверен, что сегодня будет особенный день. Это любимый праздник очень многих, а возможно даже всех, потому что сегодня особенные эмоции, особые воспоминания, праздник, который и пускай со слезами на глазах, но это действительно один из самых ярких праздников, которые есть. День Победы, 9 мая, 79 годовщина, 79 победная весна. Впервые это слово «победа» такое заветное и долгожданное прозвучало 79 лет назад в далеком 45-м году, но вот сегодня для нас это по-прежнему большой-большой праздник. Начинаем это утро тоже праздничное. Александр Войков и Анастасия Чернитинская. У нас эфир тематический. Сегодня будем говорить о героях Великой Отечественной, вспоминать своих героев, говорить об исторической памяти, о том, как сегодня молодежь сохраняет эту историю, сохраняет воспоминания, какие акции сегодня пройдут, какие мероприятия. Тоже будем анонсировать, но обо всем по порядку. День Победы, 79 по счету, отмечаем всей республикой. В этом году по главной площади столицы парада не будет, не будет и акции «Бессмертный полк», но будет масштабное возложение. Сегодня в течение дня, еще раз скажем, прийти с портретами своих героев можно или на столичный мемориал, или на мемориалы в местах вашего жительства, и возложить цветы, и принести портрет своего героя. Да, мы уже все привыкли к «Бессмертному полку». Первое такое шествие произошло в Томске 12 лет назад и распространилось на всю территорию постсоветского пространства, где люди просто очень в большом количестве выходят с фотографиями своих предков и по центральным улицам города проходят и показывают всем, чтобы мы видели и чтили эту память. Ну а сегодня спокойно можно взять свою фотографию предка, дедушки, прадедушки и выйти на мемориалы, как Настя уже сказала, просто для того, чтобы вспомнить и почтить память. Сегодня праздник Победы отмечают по всей республике. С утра возложение цветов у мемориалов и памятников. Дальше в 11.30 у столичного мемориала славы будет стартовать традиционный авто-мотопробег до Кицканского плацдарма. В 9 утра будет выставка автомобилей, ретро-автомобилей, переулок Набережный. А в 19.00 на станической площадке Екатерининского парка начнется большой концерт. Выступит оркестр главного штаба вооруженных сил Приднестровско-Молдавской республики. В Слободзе в 10 утра возложение на мемориале славы сразу после землянка в сквере УДК. И праздничный концерт в 19.00 на аркадном комплексе начнется праздничный концерт «Салют Победы». В Дубосарах вилла-марафон «Заезд Победы» в 10.30, полевая кухня и тоже вечером концерт на площади Победы. В Григориополе утром проведут акцию «Бессмертный полк», потом возложат цветы к мемориалу «Скорбящая мать» и в 19.00 тоже начнется концерт в Центральном парке. Во всех городах республики в 18.55 пройдет минута молчания. Ну а в 21.00 также во всех городах праздничный яркий «Салют». В течение дня будут работать и подвижные музыкальные станции. Доставлять музыку в дома ветеранов и дарить это праздничное настроение. Но отмечать День Победы начали еще в начале недели. Были запланированы самые разные мероприятия. Это и открытые уроки истории, и классные часы. Кто-то дарил подарки ветеранам. Школьники активно очень включаются в такие волонтерские движения и дарят этот праздник, пишут открытки. Ну а Министерство просвещения организовало в этом году замечательную акцию. Называется она «Автобус Победы». Собрали два мини-автобуса и из Террасполя отправились в Каменку по памятным знакам, мемориалам. И, конечно, с краеведом, с историком, который во время пути рассказывал историю Великой Отечественной. Те, которые не прочитаешь ни в одной книжке. Давайте посмотрим, как это было. Террасполь – театральная площадь. Именно отсюда рано утром стартует маршрут Победы. Это большая экскурсия для школьников из Террасполя и Бендер. Будет путь проложен по боевым местам городов и сел Приднестровья. Ну что, отправляемся вместе с нами? Поехали! Это школьники 9-11 классов. Те, которые занимают активную жизненную позицию не только на уровне своей школы, но также на уровне городов своих и также республики. Акция проходит впервые. Мы только-только запустили этот проект. Приурочили этот маршрут к 9 мая и также к 80-летию освобождения городов Приднестровья. Всего два автобуса. Сейчас мы находимся в одном из них. На протяжении всего маршрута ребятам будут рассказывать интересные факты об истории Приднестровья. Для меня эта тема достаточно интересна и у меня воевал дедушка, поэтому я хочу узнать побольше о в целом своем городе и о своей стране. Какие-то интересные факты я их буду подмечать и, возможно, даже куда-то записывать для будущих своих размышлений. Может быть, использовать на уроках историю, может быть, проект какой-то? Да, я думаю, каждый из нас подготовил какие-то определенные вопросы, которые его интересуют. К сожалению, в перечине мест, в которых мы будем, все еще для нас остается сюрпризом. Поэтому все еще остается загадкой. Все самое интересное впереди. А вот и первая остановка. Место историческое. Курган Славы недалеко от Дубасар. На вершине горы танк Т-34-85. От популярной 34-ки отличается калибром дула. В мае 44-го на берегу Днестра экипаж этой машины участвовал в сражении за Кошницкую излучину. И трагически погиб. Обрушается берег, обрушается этот обрыв, падает танк вместе с экипажем в воду. На броне в этот момент два героя Советского Союза. Участники сражения за Днепр. С собой они везут архив конкретного отряда, конкретной дивизии. Вместе они погибают с экипажем этого танка. С одна Днестра танк подняли лишь в 68-м году. Найти водолазам его помог поисковый отряд местных школьников. Дети определили точные координаты по рассказам старожилов. Сейчас танк на месте скифского кургана. Именно поэтому мест невероятное. Это символ. Символ соединения эпох. Мы приехали сюда для того, чтобы, во-первых, узнать эту историю. Во-вторых, почувствовать энергетику этого места. И еще один танк, точно такой же модель, находится в Тирасполе. У него тоже очень своеобразная драматическая история. Конкретно об этом месте также узнал много нового. Например, то, что здесь захоронены советские бойцы вместе с древними народами, такими как кемерийцы, скифы. История вот этого танка, я еще об этом никогда не слышал и действительно зацепила душу. Какое мужество, какие герои должны были быть. Прям восхищаюсь этими людьми. Дальше маршрут Победы на север Приднестровья. Вторая остановка в Рыбницком музее боевой славы. Здесь фотографии рыбничан, которые защищали Москву. Вот один из них, бурмистр, участник двух самых знаменитых парадов. В годы Великой Отечественной на месте музея была тюрьма. Это имитация камеры пыток. Внутри нары, виселица. И надпись, нацарапанная на стене. Прощайте, товарищи. В этой тюрьме содержали партизан, подпольщиков, пленных красноармейцев. Всех, кто выступал против оккупантов. Всего за два года и восемь месяцев более двух тысяч человек погибло от пыток, истязаний, расстрелов в этой тюрьме. А вот перед самым освобождением Рыбницы, румыны с немцами совершили еще одно злодеяние. В ночь 19 на 20 марта 1944 года они ворвались в тюрьму, расстреляли всех заключенных. На тот момент было 270 человек, и тюрьму подожгли. Вызывают очень большие эмоции, когда ты ходишь, ты чувствуешь атмосферу, особенно заходя в камеру, где сдержали людей, которые здесь находились. Это ужасно страшно. Я узнала много нового о героях Советского Союза, о их подвигах, о их бесстрашных поступках. Мне очень страшно идти по коридорам этого здания, зная, что тут были люди, которые их подожгли, застрелили, убили и просто держали в таких условиях. Когда 29 марта 1944 года на подмогу подошла 41-я гвардейская стрелковая дивизия, под командованием генерал-майора Цветкова, вот его фотография, сумели сломить сопротивление фашистов и 30 марта войти в Рыбницу в 6 утра. Дальше по маршруту Победы путешествие в село Подойма, это Каменский район, исследовать скальные туннели военного ДОТа. Они спустятся под землю и увидят своими глазами, как выглядела земляная крепость времен Великой Отечественной войны, где сохранились, несмотря на взрывы, и пулеметная огневая точка, и артиллерийский полукапонир, и подземные сооружения. Сейчас это, по сути, такой музей под землей. Благодаря стараниям местных жителей теперь там можно ходить, смотреть и, по сути, когда переходить в другое время, переноситься в 40-е годы прямо вот отсюда с наших времен. По маршруту Победы в этот раз школьники проехали более 320 километров. В планах Министерства просвещения провести еще больше бесплатных экскурсий для детей со всех городов Приднестровья. Например, запустить автобусы из Каменки в Тирасполь, а еще добавить в карту путешествий новые исторические места. Погрузимся в историю. 79 лет назад, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, сержант Михаил Егоров и младший сержант Милетон Кантария под руководством младшего лейтенанта Береста водрузили знамя Победы на рейстах. И вот так вот красиво и очень-очень ярко ознаменовали победу в Великой Отечественной войне. Кстати, в историческом музее Слободея хранится два уникальных фото. На одном из них группа сержантов, младших сержантов, кто принимал участие в удружении этого флага. Там была особенная операция. И вот среди них есть Егоров Кантария и Иван Пальчиков. Он тоже был в составе этой группы, а в 60-е годы переехал к нам в Слободе, где прожил долгое время. И таким образом его из личных архивов эта фотография попала в музейные фонды. Еще одно фото, которое облетело весь мир, бывало на обложках самых разных изданий, вот именно «Водружение флага». Там только два героя – Егоров и Кантария, остальные остались за кадром. Но сам Иван Пальчиков за эту операцию, за это сражение получил орден Отечественной войны второй степени. И в наградном листе отмечено, что под сильным снайперским и пулеметным огнем противника разведчик доставлял боеприпасы своим боевым товарищам, которые вели бой в здании немецкого парламента. Вот такая история. И можно прийти в музей Слободея, исторический музей, и увидеть эти две фотографии. Да, это было в ночь с 30 на 1. Ну а 7 мая уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступал в силу 8 мая в 23 часа 0,1 минуту, что по московскому времени было на 2 часа позже, и это было в час и 1 минуту. Поэтому именно 9 мая стали отмечать День Победы. Но надо сказать, что привычный формат отмечать этот великий праздник именно 9 мая появился не сразу. Самый первый военный парад по главной площади Москвы был 24 июня. К этому времени огромное число швейных фабрик шили парадную форму. Очень много солдат принимали участие в этом параде Победы. Были специальные тоже критерии. Рост обязательно выше 170. И оттачивали строевую подготовку, эту строевую выправку 10 часов в день. Тренировки проходили вот в течение месяца, и только 24 июня прошел тот самый первый парад Победы. Долгое время сам праздник 9 мая считался Днем Рабочим, но действительно нужно было восстанавливать страну из руин, работать. Но потом все вернулось на круги своя, и 9 мая по-прежнему праздничный день. Можно отметить всей семьей, прийти на мемориалы, вспомнить героев своей семьи, защитников, людей, которые подарили нам мир. И вспоминаем мы абсолютно каждый день, и в нашей стране по-особенному чтят этот праздник и тех, кто участвовал в этой войне. По сей день, мы уже говорили, каждый год проводятся особенные уроки истории для наших школьников, на которых важные люди, главные люди нашей республики со своего взгляда, со своих уст рассказывают школьникам, как это было, рассказывают особенные истории, которые, наверное, не всегда можно найти в учебниках истории. Но действительно, этот новый формат Министерства просвещения, мы об этом поговорим чуть позже с наших гостей, открытых уроков истории, чаще всего проводит президент Красносельский и еще министр просвещения Светлана Иванишина. И вот накануне состоялся этот очередной урок истории, посвященный Великой Отечественной войне. Давайте послушаем самые яркие моменты, увидим, как он проходил. Июнь 41-го. У десятиклассников выпускной Иван Морозов вместе со всеми мечтает о будущем. Но началась война. Повести «Судьба танкиста» и история позавчерашнего выпускника. Мысли, чувства, переживания и подвиги. Об этом открытый урок в теоретическом лицее Тирасполя. Как обычно, на городском парке играл духовой орхестер. Кружились вальсы парочки. Лекторы, учителя и истории. На фоне школьники отыгрывают сцены из книги. Школьный вальс и Ильи Морозов в военкомате в роли главного персонажа Ивана, одиннадцатиклассник Дима. Рано тебе еще на войну идти. Иди домой, успеешь еще. Да какой успею? Я не успею. Немцев уже разгромят. А я что, подсиживаться буду? Я очень сильно пониклся данным героем, потому что для меня очень большую роль играет победа советского народа над фашистской Германией. И также сами подвиги Ивана Морозова очень героические и мужественные. Когда он в свой первый бой уничтожил несколько орудий и также два танка и перегородил дорогу немецким захватчикам. Открытые уроки в рамках проекта «Диалоги на равных» во всех школах и колледжах Приднестровья. В актовом зале лицея девятый и одиннадцатый классы всего 450 человек. Все слушают судьбу танкиста Приднестровского автора Ильи Соколова. Мы восьмиклассницы, но нас пригласили, мы должны были поздравлять ветеранов. И очень была интересная лекция, потому что нас это ждет в будущем, в изучении. И это очень тронуло сердце, особенно разные истории про ту же Таню и про Морозова. Было очень грустно. И в момент понимаешь, что это то, о чем ты должен помнить, что ты должен чтить и понимать, что твои предки участвовали в этом, и защищали свою родину, чтобы было чистое небо, и чтобы ты мог вот так дальше ходить по земле, учиться, развиваться и дальше стремиться к чему-то. Блокада Ленинграда, симфония Шостаковича, Курская битва, 10 сталинских ударов, битва за Берлин, только исторические факты. В книге Приднестровского автора Ильи Соколова за персонажами реальные люди. Школьникам обо всем рассказали за час. Весь мир знает дневник Тани Савичиной. Она потеряла сестру, брата, бабушку, дядю. И вот война забрала самое дорогое – маму. Самым главным и важным для меня является, даже шокирующим фактом, это блокада Ленинграда, которая длится 872 дня. Но порой историки приравнивают к числу 900. Но я считаю, что это просто нереальные, жесточайшие условия. На солдата 500 грамм хлеба полагалось, на ежедневенцев и детей с пенсионерами – 125. Это интересно, но, мне кажется, можно иногда разбавлять тоже такими уроками. Но, в принципе, когда обычные уроки, то это тоже очень интересно. Но когда вот так вот с проектором, с музыкой, с актерами, с выступлениями – это прям очень интересно. За душу берет, очень завораживает. Нам было очень важно переплести события великой страны с историей одного простого человека. Чтобы ребята увидели, что практически каждый из них мог бы быть на месте Ивана Морозова. В планах проводить еще такие открытые уроки по истории. Следующий пройдет в сентябре. Ну а мы продолжаем. Сохранять историю и передавать ее новому поколению – это сейчас очень важно. Потому что именно опираясь на знания о своей истории, молодое поколение сможет построить свое очень важное, нужное и правильное будущее в нашей стране. Да, без прошлого нет и настоящего, и будущего. Тот, кто не знает историю своей страны, учит историю другого государства. Об этом не раз говорил и президент Красносельский. Ну а сегодня о преемственности и о сохранении исторической памяти мы поговорим с нашей гостью. Этим утром с нами Галина Ратушняк, начальник управления молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики. Доброе утро! С праздником! Доброе утро! С праздником! Настроение какое? Вот у многих действительно это главный праздник года и встречают его в таком торжественно приподнятом, радостном настроении. Как у вас? Ну настроение праздничное. Вообще я люблю 9 мая. Это мой любимый праздник, потому что вот это чувство гордости, радости, счастья, оно ощущается в этот день. Когда ты приходишь на аппарат, когда ты встречаешься с ветеранами, слышишь марш, видишь, как наши солдаты маршируют. Гордость переполняют, мурашки. Ну вот это какой-то праздник, он особенный. Он позволяет верить в будущее, прекрасное будущее, чтить память о наших ветеранах, которые погибли в Великой Отечественной войне, гордиться ветеранами и пытаться им подарить частичку тепла, которые живы остались в сегодняшний день, потому что их уже очень-очень мало. Как никогда, согласен с Галиной, у меня каждое утро 9 мая, каждый год происходит следующим образом. Я встаю и сразу начинаю петь военные песни, потому что, не знаю, мне кажется, в этот день они даже звучат по-особенному. Накануне во Дворце Республики прошел, ну как по мне, очень нужный и важный урок истории. Его провела министр просвещения наша. Как вам такой формат? Как вообще вы к этому относитесь? И как это все прошло? Насколько это получилось интересно? Ну, мы такой формат открытых уроков истории запустили в прошлом году. И цель этого проекта как раз и была в том, чтобы наше поколение чтило и знало историю. И ее никто не пересказывал ни в том форме, в которой ее не было, ни какие-то новые факты не выдумывал. И чтобы наша молодежь в действительности понимала, какой трагедией, какой ценой досталась эта победа. И они гордились своими дедушками, бабушками, прабабушками. И потом своим будущим детям рассказывали. То есть, что время идет, поколение растет. И история не должна где-то там на веках оставаться. Мы должны ее чтить, нести. И важность того, когда тебе рассказывают такие вещи, не в том формате, как на уроке. Там же рассказывается не то, что есть в учебниках. Там говорятся те вещи, рассказывается именно судьба человека, которую он через всю войну пронес. Насколько она на нем отразилась. И это помогает сформировать другое немножко мышление у нашей молодежи. И плюс, когда тебе читают урок президент, когда тебе читают урок министра, когда министр тебе говорит, как она это видит. Немножко, допустим, эталон людей, которые занимают определенный пост и должность. И они настолько знают историю, увлечены, они читят это. Для детей, для молодежи это как пример, как показатель. То есть они понимают, что это важно. И вопрос вот этого государства и общества, оно вот, знаете, такое объединение. Что вот на сегодняшний день сохранить культуру Приднестровья, сохранить историю Приднестровья, историю Великой Отечественной войны, это вот одно из самых таких важных. И вот мы стараемся на этом делать сейчас упор. Ну и действительно, в каждой семье есть свой герой. А тут, когда каждая история обретает человеческое лицо, и ты понимаешь, что касается не только чего-то далекого, но и твоей семьи в частности, в этом и интерес. Пробудить его, да, чтобы дети изучали не только в рамках учебника, этой лекции, которая на уроке истории, это тема Великой Отечественной, но и заинтересовать, чтобы они сами увлечены, искали какую-либо дополнительную информацию. Сейчас очень много доступных документов стали, которые рассекречены и так далее. И можно найти даже имена своих близких, погибших или пропавших без вести, да, и узнать что-то, что было скрыто, может быть, что не хотели рассказывать бабушки и дедушки, потому что тяжело переживали это время. И мы знаем, что у Светланы Иванишиной тоже есть своя история. Она об этом говорила в прошлый раз на открытом уроке, когда проводил его Вадим Николаевич Красносельский. Историю эту еще раз пересказала еще большему числу учеников, но у них тоже, я знаю, накануне была возможность поделиться своими историями. Тоже в прямом таком диалоге. Да, встреча, которая состоялась накануне 9 мая, вчера буквально она имела другой характер. С Светланы Николаевны встретились со школьниками со всей республики, где как школьники могли рассказать, показать им историю своей семьи, показать фотографии своих дедушек, бабушек, которые воевали, награды, боевой путь. Таким министр поделила с ними историю своей семьи. Она обозначила то, насколько важно было понимать, насколько вот каждой семью коснулась беда. Они были такими же школьниками, да, как они были молодыми людьми. И никто не ждал, что вот проснемся утром, и вот случилась такая трагедия. И им всем вмиг пришлось повзрослеть. И там есть отголосок на повесть «Судьба танкиста», в которой мы также в рамках единого урока истории рассказываются детям. И делается большой акцент именно на том, чтобы сегодня молодежь понимала, что насколько какие-то трагические события, насколько какие-то внешние факторы влияют на судьбу человека. И мы можем быть детьми, мы можем быть молодым поколением, взрослым. Но вот пронести это через всю жизнь, сохранить тепло в сердце, не зачерстветь, пережить это всё, ну это сложно. И вообще меня всегда гордость берёт за ветеранов, когда я с ними общаюсь, потому что они пережили такое тяжёлое время, но они сохранили такую теплоту, такую доброту в душе. Они настолько легко общаются, они очень мало просят на удивление. То есть они, ну, люди пожилые, им сложно, они голодали, они многое не доедали, не видели. Но у них вот какая-то такая вера хорошая в людей, то есть пообщаться, ну вот это вот прям удивляет по поколению, не знаю, я вообще восхищаюсь. Общественная организация «Волонтёры Победы» очень активно включается, но не только в преддверии праздника Дня Великой Победы 9 мая, но и в течение всего года оказывают эту помощь и это общение. И действительно общались со школьниками, со студентами. Они говорят, слушайте, мы приходим, вроде бы их зарядить на какие-то положительные эмоции, а в ответ получаем значительно больше. И это всегда настолько позитивно, настолько приятно делать эти простые добрые дела, подрезать дерево, которое ветка в окошко, помочь принести какие-то продукты, просто посидеть, пообщаться. И была акция «Открытки ветеранам», кто-то доставлял их почтой, но все они написаны от руки. Вот сегодня молодежь действительно активно включается во все эти мероприятия, во все эти акции и даже, наверное, приглашать не надо, они сами проявляют эту инициативу, так ли это? Ну, приглашать действительно не надо, потому что ребята, которые сидят в волонтёрских движениях, ребята, которые учатся в организациях образования, как только узнают о том, что есть возможность посетить ветерана, о том, что есть возможность помочь ему, они сразу соглашаются, такого, что мы прямо уговаривали, никогда не было. У нас действительно есть акция «Доброе сердце ветеранам» в преддверии 80-летия освобождения городов Приднестровья. И учитывая, что в следующий год юбилейные победы Великой Отечественной войны, мы запустили её на весь год, и она будет продолжаться и весь следующий учебный год. Это когда организации образования, волонтёрские движения, все общественные организации проводят определённые мероприятия по оказанию помощи людям, которые участвовали в Великой Отечественной войне и защитникам Приднестровья. Эта помощь может быть любая, это может быть помощь, связанная с, как вы говорили, пойти продукты принести, убрать, просто навестить, поговорить, попить чаю, потому что на самом деле, я же говорю, ветераны, они много не просят, но вот эта вот частичка внимания, поговорить по телефону элементарно, прийти с ними, спеть песню. Они настолько любят рассказывать, они не говорят о войне, они говорят о каких-то таких воспоминаниях, которые у них были связаны с чем-то тёплым, с чем-то приятным. Очень на самом деле мало даже, бывает, спрашиваешь какие-то семьи, чтобы рассказали, как они прошли войну, какие-то трагические события. И я даже по своей семье скажу, очень мало что рассказывал мой прадедушка, моей маме, моему папе, потому что им это тяжело вспоминать. Но какие-то, да, моменты есть, они рассказывают, но всё-таки вот такие тёплые душевные разговоры. Им нравится вспоминать свою молодость, когда не было войны, что было там после войны, как они строили семью, какие-то, знаете, такие смешные моменты. И ребятам нашим это нравится. То есть они идут, потому что вот это вот, знаете, такое тёплое общение, оно их заряжает. И это очень ценно. Я вот слушаю Галину и понимаю, что я недавно вспоминал страшную цифру в своей жизни. Я закончил школу 15 лет назад. И вот 15 лет назад мой классный руководитель, она была ребёнком блокадного Ленинграда. Она нас очень-очень многому научила, в том числе и касаемо отношения к ветеранам. И вот 15 лет назад мы занимались этим же. Мы ходили к ветеранам, мы общались с ними. И я понимаю, что за 15 лет меньше о ветеранах вспоминать никто не стал, а ещё больше и развивается. Это на самом деле очень такой положительный, хороший момент в жизни вообще всей республики, потому что, да, говорили уже не раз о том, что историю важно помнить. Таких акций происходит действительно много. И вот ещё одна акция, о которой мы говорили в начале сегодняшнего эфира, это «Автобус Победы». То есть это особенный такой формат, маршрут, да, где школьники на автобусе посещали очень важные места, посвящённые Великой Отечественной войне и так далее, победе. А также старшеклассники, которые могут осознать, прочувствовать и понять, как то или иное место связано с событиями такой давности. Какие эмоции? Мне кажется, что ещё больше детей, кто увидел сюжет, кто пообщался с теми, кто уже приехал, скажет, ну, а мы тоже хотим. А мы продолжим. Откуда такой формат вообще взяли? Где-то увидели, подглядели или просто пришла в голову такая мысль? Как это получилось? Просто пришла в голову мысль. Мне кажется, очень хорошая мысль, да, её можно вообще распространять и всем говорить о такой акции. Это очень здорово, как по мне. На самом деле такой формат у нас, в принципе, обсуждался, потому что есть идея, в принципе, ребят познакомить с просторами Приднестровья. То есть такой проект будет продолжаться в разных форматах. И мы решили начать с такого маршрута Победы, автобуса Победы, чтобы рассказывать ребятам, проводить им экскурсии бесплатные по местам боевой славы. У нас очень много есть красивых музеев боевой славы, мемориалов, доты, которые, допустим, недоступны просто так приехать, пойти посмотреть. И мы выстраивали маршрут определенный, чтобы ребята попали именно в те места, которые интересны, где есть интересные инсталляции, где интересные локации, и где они точно не были. Это вот, как к примеру, в Дубусарах все проезжают, танк это, в принципе, доступно и видят. Но вот музей боевой славы в Рыбнице и дот в селе Подойма никто из ребят никогда не был. Многие, в принципе, в Рыбнице в первый раз побывали. Поэтому это очень важно, чтобы, живя в Террасполе, вы понимали, какие есть места музея, допустим, в Каменке. Если вы в Каменке, вам нужно понять, что есть Кицканский плацдарм, и это одно из самых величайших мест у нас в Приднестровье. И это важно увидеть и узнать историю создания вообще этого места. И мы планируем, как и ребят с Каменки, из Рыбницы, тоже так же возить на экскурсию, допустим, в Кицкан и выстраивать маршрут с севера к нам в центр. Также, ребят, есть Лободзейский район. То есть этот проект будет продолжаться весь год, так как сейчас 80 лет освобождения городов республики. И в преддверии 80-летия победы Великой Честной войны, возможно, мы придумаем более какую-то масштабную такую поездку. Это будет в планах. Но мы в любом случае планируем трансформировать этот проект. Его главная цель – познакомить ребят с Приднестровьем, чтобы они знали наш край, чтобы они чтили, гордились и понимали, какие у нас прекрасные места. Мы планируем, как я называю, экотуризм в поездке, где по каким-то достомеропечателям связано с экологией. Там у нас есть много заповедников. Что-то связано с профориентацией тогда, допустим, экскурсии на крупные масштабные предприятия нашей республики. Потому что, допустим, ребята с Тирасполя не могут на ММЗ, к примеру, попасть. Или на Каменский консервный завод. Также ребята могут приехать в Тирасполь на Тираспольский хлебокомбинат. Ну, то есть вот такие форматы, чтобы все-таки у ребят была возможность увидеть, что есть вообще в Приднестровье и узнать. Потому что, когда они понимают, насколько развито производство, насколько развита у нас культура сохранения природы, насколько важно чтить память и сохранять наше наследие в виде мемориала, в виде дотов, в виде тех же могил, которые сейчас также убирают. Ну, это важно. И такой воспитательный процесс, когда меняется мышление. Все-таки, когда ты прикасаешься к этому, ты немножко по-другому относишься. Немножко, а дем очень сильно, да, потому что, мне кажется, вот мы говорили уже не раз о том, что вот такое живое соприкосновение с историей, оно всегда в памяти западает лучше. Я уже рассказывал историю про то, как я посещал однажды Волгоград. И вот когда я был в Волгограде, и мы поднимались к родине матери, наверное, вот эти два часа времени в моей жизни я запомнил настолько ярко, что, ну, наверное, никто и никогда не сможет меня переубедить в моем отношении к Великой Отечественной, победы в ней и так далее. Поэтому это очень важно. И огромное спасибо за такой труд, потому что школьникам действительно нужно это все увидеть, прикоснуться, посмотреть, а еще лучше рассказать друзьям, которые там не были. Ну, особенно, когда есть яркий пример у наших соседей. Сегодня тоже праздник, но двойно отмечают вроде как и День Победы, и День Европы. Что важнее? Ну, тут уже все понятно. И относительно отношений Георгиевской и Ленции тоже понятно. Почему для приднестровцев все-таки важно сохранять эту историческую память и не забывать о том, что было? Почему так важно отмечать сегодня этот День Победы для нас? Это важно отмечать, потому что эта война коснулась каждой семьи. Я просто не представляю, как можно прожить вот то горе, прожить вот тот страшный период и просто в один день вот так по щелчку перестать праздновать 9 мая, перестать вспоминать там своего прадеда, прабабушку, которая отдала жизнь за то, чтобы ты жил в мире. Какой-то период жизни ходить праздновать 9 мая, а потом вот резко вот сказали «не надо», и ты такой «ну не надо, значит не надо». Тогда как бы о чем можно говорить, что ты делал в прошлые годы, о каком твоем, не знаю, мышлении, о каком твоем восприятии, и того, что было сделано, о том, ты же можешь сам в такой ситуации оказаться, о чем можно говорить. То есть это чисто, знаете, такое о человеке. То есть в моем понимании никакие такие внешние факторы, что кто-то сказал что-то мы больше не празднуем, или теперь мы празднуем так, оно не должно отражаться на твоих семейных традициях, на том, что ты чтишь память своей семьи, потому что это была одна большая, великая победа всех народов России, Украины, Молдовы, Приднестровья. Это одна большая победа, и ее нужно помнить. А вот то, что как бы на настоящий момент происходит, ну, скажем так, как бы жалко людей, которые вот на эти провокации ведутся, и все-таки не могут вот отстоять свое право, и своим детям донести информацию о том, что это важно, рассказать о бабушках, прадедушках, потому что это вот и есть то, что мы вкладываем вот эти зернышки памяти в наших детей, и нужно думать о будущем, вот где они будут расти, кем они будут, потому что все-таки когда-то мы будем тоже бабушками и дедушками, а эти ребята будут такими, как мы. Да, действительно, и мы еще раз хотим сказать, что День Победы у нас отмечают, у нас Георгиевская лента не запрещена, поэтому если вы хотите, у вас такой посыл есть, да, отметить этот день, приезжайте к нам в Приднестровье. Все. Все, да, кто хочет отметить этот праздник вместе с нами, разделим эту радость 79-й годовщины Победы. Вам спасибо большое, хорошего дня. Спасибо. Что у вас сегодня запланировано по мероприятиям? По мероприятиям, естественно, посетить мемориал, у нас возложить цветы с детьми, сходить, и у нас бессмертный полк не проводится, но есть окна Победы, где фотографии про дедушек моих у нас выставлены, и мы таким образом как бы чтим память и отдаем дань тому, что они сделали и внесли мирное небо к нам. Но сегодня в новом формате тоже можно принять участие в этой акции «Бессмертный полк». Просто прийти на мемориал, на столичный мемориал, или на памятное место в своем населенном пункте с фотографией своего героя. Это тоже будет своего рода «Бессмертный полк». Спасибо большое и с праздником. С днем Победы. У вас тоже с праздником. К началу Второй мировой войны фашистская Германия создала целую цепочку концентрационных лагерей, и к окончанию Великой Отечественной войны было порядка 14 тысяч концлагерей. Создано 4,5 миллиона советских граждан прошли через тяжелые работы, через голод, через болезни и смерть. Были так называемые лагеря смерти. Например, Освенцим – это самый большой концлагерь, который был туда без остановки. Отправляли целые составы поезда с людьми, которых брали в плен. Не кормили без остановок. Не кормили безусловно. Многие умирали в дороге. Прямо в пути, безусловно. Освенцим, наверное, это самый яркий пример того, какие издевательства испытывали люди, попавшие в плен. Но были и еще концлагеря. Например, Бухенвальд. Заключенных там было около 250 тысяч человек. Погибли 56 тысяч. Дифтерия, тиф, голод и, конечно, каторжный труд. За всю историю Бухенвальда было расстреляно 8 тысяч советских пленных. Еще один из таких лагерей – это Саласпилс, детский лагерь смерти. Это вообще ужасно, как для меня. За три года убили и замучили здесь более нескольких тысяч детей. Их использовали как доноров крови для немецких госпиталей. У детей забирали эту кровь и отвозили туда. Очень многие погибли. Число детей, доноров составляет 12 тысяч. Ужасно просто. Детских жизней унесенных. Цифры, конечно, ужасают. Есть данные, что если минуты молчания почтить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной, потребуется около 50 лет. Это просто ужасные цифры. И когда мы говорим о подобных лагерях, кажется, что человечности у этих людей не было вообще. И очень многие люди просто остались там навсегда. Погибли и испытали просто невероятные мучения. Но есть и хорошие истории. Есть люди, которые выжили и по сей день несут и знамя победы, и история Великой Отечественной войны, в том числе у нас в республике. Одна из них – Надежда Солеренко. Она попала в концлагерь в возрасте 14 лет. Пятеро их было детей в семье. Когда немцы вошли в село, оккупировали, они сразу всех угнали. Кого в Германию, кого по лагерям. Но самое интересное, что ей после таких тяжелых работ удалось сбежать, когда был обстрел авиации. И вся семья вернулась домой, в родное село уже после военные годы. Давайте послушаем эту историю. А ваша фотография здесь есть? Вы. А, я? Да, вы тут есть? Вот тут вы. Вот тут я. Война началась в 41-м году. Вы знаете, сразу все переменилось в деревни. Люди стали бояться друг друга и сказать что-то один другому. Уже никто, никого, ни с кем не ввел, никакие переговоры. Просто жили каждый при себе. Надежде Николаевне тогда было 14 лет. Жила в Белоруссии в деревне Ордиш под Витебском. В 1943-м пришли немцы. Жителей взяли в плен. Семью Соляренко разлучили. И молодежь вызывают, стоит немец, вот так вот держит свой указатель. Ты прошел по росту, значит, иди туда. И еще молодежь забрали и тут же подгоняли машины. И грузили нас в машины. И увезли. Родители мои остались. Папа, мама, дедушка, бабушка, сестра. Все остались там. И тут же нас сажают в машины. А их отправили дальше у беженцы. И уже в 12 часов мы были привезены на место нашей работы копать траншеи. Там и лопаты, и топоры, и эти, как их, кирки. Все было доставлено туда, и нас расставили и указали, вот копать. Работали по 12 часов в день. Рыли окопы до поздней осени. Кормили только вечером. Небольшую булку хлеба давали один раз в три дня. И вот эту булочку я делила, лично я, на три части. По кусочку. И эту часть еще делила на три части. Чтобы когда гнали на работу нас, нас не кормили. А только стали ведро, заваленное травой, лищами из леса, кипяченой воды. Теплой одежды у пленных не было. От холода, голода и слабости молодая Надежда заболела тифом. Тогда слабого и больного ребенка обучили новой специальности. Точить топоры и пилы. Работы было много. Рядом в лесах шли бои. В июне концлагерь попал под обстрел. И тут уже побежали, кто куда не смотрит. Ни на часовых, ни на кого. И вот мы вырвались с этого лагеря. И немцы разбежались. И мы разбежались. Мы ушли в лес, в углу плесла. И спрятались. А вечером мы выкопали себе такой транше. Перекрыли едовыми ветками. И спрятались. И сидим там, чтобы нас не нашли. А утром на рассвете все-таки мы вылезли с ямки. Пошли в разведку. И наткнулись на нашу разведку военных. Мы попали своим. И потом моя работа уже закончилась. Это был июнь 44-го. Война для Надежды Николаевны закончилась. Она отправилась в родную деревню, где ее встретила разруха и голод. Целых домов не было, только блиндажи. Она выбрала себе землянку и ждала родных. Верила, что ее семья жива. Чтобы заработать на еду, Надя отправилась в Латвию. Там и встретила победу. А утром часов пять такая борьба началась. Так стрелять начали. Думаю, боже мой, откуда кто наступает? И потом слышу, кричат «Ура!». Бегут люди. По Тайдамбе бегут. Куда бегут, не знаю куда. Слышу, победа. Война кончилась. Через время домой вернулся старший брат Петр. Потом и все остальные. Великую отечественную семья Салеренко прошла полным составом. Все остались живы. Сегодня четверг. Эфир у нас праздничный. Но это не отменяет нашу привычную верстку. А значит, после КЭБа в эфир выйдет специальный выпуск программы «В путь по-новому». Конечно же, посвященный Дню Победы 79-й годовщине. В этот раз мы не стали разбирать историю прошлого. Мы решили посмотреть с другой стороны, как ее сохраняет молодое поколение, какие мероприятия проводятся сегодня. Пусть не в юбилейную дату, но как встречает Приднестровье 79-ю победную весну. У нас очень много героев. Некоторые пошли в качестве сюжетов, не вошли в программу. Но обязательно, если вы себя не увидите, не переживайте, мы вашу историю тоже расскажем. Начали с традиционного велопробега. Его проводят в Бендерах. Уже в восьмой раз пообщались с людьми, которые пришли впервые. Кто-то пришел с семьей самому юному участнику, 50 лет было, самому старшему, больше 70. Все на велосипедах. И для них это не просто маршрут встретиться хорошей компанией, проехаться, но и посетить вот эти места боевой славы, вспомнить имена своих героев, возложить цветы. И вспомнить моменты истории, чтобы поделиться с теми, кто с тобой в одном строю на велосипеде. Друг другу рассказывали, делились. И это действительно невероятные положительные эмоции. Были еще герои, которые в одиночных велопробегах участвуют. Например, Виктор Демин уже больше 30 лет. Можешь себе представить. Начинал один, он занимался туризмом. И группу своих детей просто пригласил. Хотите, 9 мая будет такой велопробег? Вот он уже стал традиционным. Иногда больше детей приходит, иногда меньше кто-то с родителями. Но в чем смысл? Он посещал мемориалы. Протяженность маршрута больше 100 километров. И на каждом мемориале он вслух зачитывал имена павших солдат, тех, кто покоится в этих братских могилах. Но он еще и знает историю очень хорошо. И всем своим детишкам, которые с ним ездят, рассказывают о том, что здесь произошло, а здесь было такое-то сражение, а здесь бои за освобождение Рыбницкого, Каменского района и так далее. Ну вот это такой урок истории, о котором мы уже говорили. И автобус Победы, да, и вот такие велозаезды, это не просто для галочки, это для того, чтобы пробудить у молодежи интерес к этой истории. Я очень люблю эфиры четверга. Почему? Потому что только у нас, у меня и у вас, у телезрителей, утром в четверг есть возможность раньше всех узнать, что же будет в этой прекрасной программе «В путь по-новому». Потому что действительно во время съемок и Настя и Артем и знакомятся с огромным количеством интересных людей, ну и готовят специально для вас особенную информацию и истории людей, которые, я точно уверен, что вам будут обязательно интересны. Пообщались и с общественной организацией «Волонтеры Победы». Они посещали накануне ветеранов, поздравляли их с личными праздниками. Столетие вот недавно отметили. Конечно, будут у нас и такие фрагменты, будут и очень трогательные. Ну, праздник действительно со слезами на глазах. Мы вам это еще раз покажем и докажем. Сейчас небольшой анонс, но вечером обязательно оставайтесь в нашей компании. Вот уже 79 лет мы встречаем этот праздник со слезами на глазах, помним и гордимся. Сегодня вечером отправляемся в путь в историческое путешествие, посетим памятные места, поучаствуем в велопробеге и познакомимся с волонтерами Победы. 9 мая – это святой праздник. Спасибо ветеранам, здоровья всем тем, кто сегодня помнит и знает об этой дате, кто передаст ее дальше через поколение своим детям. Я думаю, в этом и есть важность нашей сегодняшней жизни, то, что мы не забыли все, что было, мы строим свое будущее и хотим, чтобы оно было мирным, и мы созидаем наше настоящее. В новом выпуске узнаем, кто и как сохраняет память о Великой Отечественной и почему сегодня так важно изучать, а не переписывать историю. Поехали! Накануне Дня Победы в Бендерах провели традиционный виллопробег. В этом году больше 400 участников 15 километров пути преодолели на одном дыхании в память о своих героях. Потому что наш филлопробег традиционный в памяти о войнах, отдавших жизни за нашу победу. И дань памяти, то есть это традиция, чтобы люди, наши внуки, дети все это помнили и чтили все эти завоевания нашего народа, наших предков. У меня отец войну прошел награжденным медалями за конкретные подвиги, скажем так, да. Ну, как-то надо вот почтить память всех погибших, всех павших в той страшной войне. Отдать, да, никто, кроме того, как бы популяризация велоспорта. Мол, велосипед называется ласточка, ласточка мира. И участвуем мы в велопробеге всегда, каждый год. И очень рады, что он есть. Зачем вы это делаете? А за тем, что не прервется память наша, во всяком случае, не на нашем поколении. И ездить мы будем всегда. Пока ходим, пока ездим. Движение – жизнь. А вот Виктор Демин уже 35 лет организует вахту памяти. 9 мая небольшой велосипедной группой проезжают больше 100 километров, останавливаются у мемориалов, обелисков и других памятных мест. Остановки с минутой молчания, рассказом о судьбах погибших солдат и трогательными стихотворными строчками. Сколько тебе лет, маленькая звездочка? Как тебе по имени? Тихая звезда. Это где видана изба пустная, как гнездочка. Это где слыхана мать-сирота. По России пойдешь, звездочки, звездочки, легче идти по млечному пути. Больше звезд не надо. Хватит с нас, Господи. Места нет свободного на груди. Петр Вегин. Я не знаю, хватит у людей сил или нет, но я делаю восхождение на Кицканский плац даром. Не на велосипеде вокруг, а там, где наш Кицкавель. И с него велосипеды в руки, возьмите, пожалуйста, высоту. Как наши брали в 44-м? Вот так оно будет. Интересуется история и оператор Первого Приднестровского Виталий Калерин. В свободное время он путешествует по Приднестровью с фотоаппаратом и делает фотоснимки самых отдаленных уголков нашей республики. В объектив попадает не только природа. Сельские мемориалы, памятные знаки и доты времен Великой Отечественной. У тебя есть фотографии тех мест, которые ты до себя нашел, новые? Конечно, обязательно. Все места интересные я фотографирую. Потом выставляю на суд зрителей сам факт исторического сооружения. Его можно сфотографировать очень красиво, особенно на закате. Но как жить в таком краю и не увлекаться историей? А когда еще видишь такие сооружения, тебя это подстегивает изучать, читать, узнавать. Тем более, сейчас такой век информации моря. Выбирай, она доступна. Всегда есть свободная минутка сесть в телефоне и почитать. Так вот я и делаю. Задачи наследников Великой Победы и сегодня остаются неизменными. Относиться к истории увлеченно и трепетно, помнить, какой ценой досталась эта победа и не забывать героев-освободителей, подаривших нам мир. Эстафету памяти предлагаем принятие нашим телезрителям специальный выпуск в путь по-новому. Сегодня, сразу после КЭБа. Первый Приднестровский совместно с представительством Приднестровья в России продолжают собирать истории наших соотечественников о Великой Отечественной войне. Эти истории приходят с самых разных уголков России. Люди рассказывают о своих героях, кто-то о дедушках, о бабушках, у кого-то это уже пра-пра, дедушки и бабушки, все, кто принимал участие, так или иначе, на полях сражений, кто-то в тылу. У всех есть такие истории. Вот сегодня, 9 мая, мы, наверное, завершаем этот цикл на этой неделе, ну а дальше будут уже другие такие совместные проекты. В чем важность? В том, что сейчас сохранить эту историю очень сложно, потому что с каждым годом остается все меньше и меньше участников Великой Отечественной войны. И если вам повезло, и в вашей семье был такой защитник Отечества, и он рассказал вам свою историю, тогда вы ее можете сохранять и передавать уже своим детям, внукам и так далее. Вот так вот эта историческая память сохраняется. Но если нет такой возможности, есть несколько сайтов, это общероссийская база данных, доступна она с любой точки, и знаю, что мне было приятно узнать во время съемок программы «В путь», что наши приднестровцы тоже свой вклад сделали для этой базы данных. Теперь там больше 181 имени появилось, на мемориалах есть имена. Мемориал столичный, мемориал бендерский, в отдаленных населенных пунктах, селах тоже есть такие мемориалы, и их не было в единой базе данных. Теперь они есть, и из любой точки мира, если кто-то ищет своего родственника, возможно, благодаря этим документам удастся найти. Очень важно не просто знать и в семье хранить информацию и историю о своих родных, близких, прадедах и так далее. Важно говорить об этом и рассказывать, потому что, к сожалению, в нашем современном мире очень многие пытаются поменять историю, сказать, что было не так, как мы знаем, а было немножечко по-другому. И тут очень важно не просто знать, что у тебя был дед или прадед, который воевал, а говорить и рассказывать о нем всем, чтобы все знали и не забывали, какой подвиг совершили эти герои. Историки, краеведы говорят, что потребуется около ста лет для того, чтобы выяснить и вернуть имена всем погибшим, всем пропавшим без вести. Действительно, эти поисковые работы сегодня ведутся. Есть перезахоронения, тоже торжественно, в специальных местах с почестями и так далее. Но это огромный труд. Если не хочешь знать свою историю, ты вроде бы стираешь из памяти, как будто бы этого не было. Но спасибо тем людям, которые это все свято сохраняют и передают своим детям, пересказывают и рассказывают. Есть одна потрясающая песня от героев былых времен, не осталось порой имен. И только сейчас уже с высоты своего возраста понимаешь глубину этих строк, что важно помнить и эту память сохранить каждому из нас, потому что все начинается с тебя и с твоей семьи. Ну а сейчас в нашем эфире очередная история наших соотечественников. После учебы сразу на войну. В 21 год впервые взял в руки оружие. Был бригадиром. Это Иван Логинов. А это Николай Василатий. Ушел на фронт в 30 лет рядовым солдатам. Все они герои Великой Отечественной войны. О своих дедах рассказывает уроженец Приднестровья Валерий Василатий. Уходили они обычными простыми пехотинцами. Стрелки, как говорится. Уходили с армией. И это тяжело себе представить, как когда враг наступал год, второй и третий. Меня зовут Валерий Петрович Василатий фамилия. Я из села Чубруч Слободзейского района. Мы с супругой моей тоже чубурчанкой проживаем в Российской Федерации Московской области город Красноворск. Хотел бы сегодня рассказать в преддверии Дня Победы о памяти наших героических предков по линии моего отца это Василатий Николай Павлович 1910 года рождения. 31 год как враг переступил границу Советского Союза 22 июня 1941 года все конечно большое горе для большой страны было и все мужчины конечно да и вся страна уходила в эвакуацию все уходили в тыл. И в 30 лет всем пришлось взять ружье как говорится защищать свой дом свою родину и также мой дед Василатий Николай Павлович и это по отцу и Логинов Иван Николаевич это по маме дедушка Воспитал Николай Павлович он получается был в 28-й гвардейской стрелковой дивизии он все-таки стрелок по отец моего отца вот он был военном полевом госпитале лежал тоже я как смотрел его боевой путь они в основном отступали все в основном уходили или в Запорожье или в сторону Ленинграда вот а потом уже это было отступление эвакуация а потом также двигались в том же направлении обратно некоторые через Курскую я даже видел через Ржев этот и Курскую битву также проходили один из моих предков получается дошел в основном они доходили до Валкана значит до Болгарии моей супруги все-таки он дальше был туда уходил в Венгрию он от Ленинградского фронта вот Пашниров Иван Миронович который две медали он ушел на Ленинградский фронт остальные уходили в больше как я смотрел в сторону Запорожья одни на север другие получается на восток с трудом ветераны войны делились воспоминаниями говорили война это потеря друга товарища рядом взрывы гранат это тяжело потому что мы как бы молодование мы человек земледельцы и для нас как для моих предков мне кажется это тяжело брать оружие защищать свой дом это сильные воли люди как бы да они защищали свой дом свой кров свою землю свою семью не всегда любили как бы об этом говорить в январе только 43 только от Москвы начали отбивать врага и это получается три лета и три зимы наши можно сказать героические бабушки они находились в тылу вот этого врага фашиста без мужей получается без мужской опоры без плеча это тоже им нужно отдать должное что они выдержали и ждали победу но не прошло и трех лет и три зимы и врага начали как бы отбрасывать обратно его возвращать его чтобы он покинул нашу родину большую родину по линии супруги хочу сказать должное это супруга моего девичества Павлова Павлов Дмитрий Иванович он еще моложе был он 1915 года сержантом был то получил орден отечественной войны первой степени да не все получали и второй степени но самый героический это конечно по линии моей супруги это как говорится тещин отец Кушнеров Иван Миронович он совсем он 1906 года у него две медали за боевые заслуги и за победу над Германией в Великой Отечественной войне Кушнеров Иван Миронович он был 494-м армейском полку 164-й стрелковой дивизии получается ударная армия Ленинградского фронта в базе данных я вот это видел его путь как он следовал он туда в сторону Ленинграда ушел при эвакуации при формировании вот этих всяких армий дивизий он туда но и потом также обратно при уже наступлении также вот оттуда от Ленинграда они шли сюда в нашу сторону в сторону юга ихний путь до до Балкан до Болгарии дошли победу они узнали на Балканском полосу сегодня вот утром рано я позвонил ну доброе утро маме сказать мама у меня в Севастополе в Крыму живет и она уже прям показывала как она подъехала к работе на стоянке и показывает говорит сынок смотри я всех дедов наклеила на автомобиль ну она так регулярно и георгиевские ленты и фотографии все вот так на лобовое стекло воодушевленной такими вот порывами значит как говорится без прошлого нету будущего для как родного села для родной земли уже года наверное 4 назад есть сайт мемориал Чогручи нужно было значит начертить а я как инженер значит конечно с душой отнесся и посодействовал ну в плане начертить этот проект и потом у меня зародилась идея я проявил инициативу и организовал точнее оформил ветераны первой мировой великой отечественной воины интернационалисты защитники Приднестровья на сайте имена заслуги и подвиги личная информация о тех кто в разные годы защищал свою родину истории сквозь поколения мы собираем воспоминания об участниках великой отечественной войны ими делятся приднестровцы которые живут сейчас в России это совместный проект нашего телеканала и представительства Приднестровья в России есть такая традиция доставлять праздник в каждый дом где живет ветеран ну и конечно же жители соседи тоже выглядывают в окошке чтобы послушать эту музыку победы такие платформы передвижные концертные площадки с артистами вновь курсировали по главным улицам города и будут это делать сегодня но накануне праздник уже доставляли к домам ветеранов вообще эта традиция появилась во времена коронавируса когда нельзя было выходить но как по мне она очень хорошо прижилась потому что не только ветеранам приятно слушать эти песни потому что эти песни доводят до мурашек иногда и до слез и когда эти песни курсируют по дорогам города ощущение праздника оно как будто бы тебя полностью укутывает и вот ты в нем прям живешь я обожаю эти машины я обожаю петь вместе с ними эти песни я их прям кричу а я несколько лет вместе со съемочной группой выезжала с этими выездными концертами и ты едешь сзади и подпеваешь остановились люди собрались вокруг тоже все спели помахали поприветствовали артистов и платформа двинулась дальше ветераны тоже очень и очень рады многим очень тяжело выходить из дома особенно если это высокий этаж нет лифта они просто со своими родственниками подходят к окошку и тоже слушают и поют эти песни прекрасная традиция сегодня опять же если вы услышите музыку где-то издалека подойдите к дороге и послушайте и насладитесь этим праздничным концертом на самом деле музыка победы это особенная музыка которая дарит как Саша сказал уже свое особенное настроение погружает в особенную атмосферу и очень много песен в топе по-прежнему из года в год некоторые из них были написаны еще в довоенное время некоторые после войны но они помогали и в бою и в окопах и дома люди которые ждали своих защитников и верили в эту победу я каждый год 9 мая выхожу срусь в машину на полную громкость включаю песню землянка и пою ощущения просто непередаваемые и таких песен на самом деле очень много их прям можно целый рейтинг составить это такие песни как в землянке синий платочек смуглянка три танкиста по полю танки грохотали ну и день победы и конечно же песни журавлей в этом году на эту всем знакомую композицию появился новый клип сценарий очень простой понятный но за душу берет вот учитель своих выпускников спрашивает кем бы вы хотели стать девятиклассники отвечают а потом приходит война учительница сидит уже перед зажженной свечой и на стену вклеивает имена погибших своих выпускников а потом после военные годы уже первоклассники сидят и тоже так же говорят кем они хотят стать и в этом взгляде действительно читается и преемственность и память и конечно надежда на светлое мирное будущее что у этих малышей все исполнится каждая их мечта и песня живой в Лене действительно особенная потому что в каждой семье нет ни одной семьи на нашем пространстве и в республике и в принципе на всей территории где проходила Великая Отечественная война где нет в семье хотя бы одного такого журавля который в любом случае где-то на небе или место для него тоже есть ну а о концертах с доставкой на дом и особенных песнях наш следующий сюжет В праздничном мундире праздник доставят по 12 адресам Константин Иванович первый в списке звучит знаменитая смуглянка затем попури военных песен Катюша путь дорога фронтовая и обязательно вечер на рейде особенная песня военных моряков Хороший такой Что песни петь нам нельзя Константин Пуганов военный морской офицер служил на фронте матросом затем стал курсантом военно-морского училища на войну попал в 44-м Тихий океан Атлантика Индийская Тихий Индийская Атлантика Вот вся моя служба прошла почти 10 лет поздравить ветерана пришли соседи Откуда знаете? Ну нам родители рассказывали Сегодня вы подпеваете все знаете слова Да Я рада, что такие концерты проходят для наших ветеранов и мне это очень близко Каждый год на 9 мая перед 9 мая всегда приезжает эта прекрасная машина с этой прекрасной бригадой певцов Мы все соседи собираемся выходим поем Финальная песня концерта Константин Иванович вспоминает победный 45-й В 45-м году с января месяца до января я на тральшке мы трали мины уничтожали в румынской немецкой мы знаем вот в день мы уничтожали по 50 мин их столько было они набросали как на собаке блох это мы тогда так же говорили Следующая остановка Балка в доме по Одесской живет Рашид Фаритович Ирезванов он освобождал землю от фашистов в составе 144-й дивизии 3-го Украинского фронта получил орден Отечественной войны в этом году к артистам не выходит слушает с балкона внизу группа поддержки Мы постоянно с ним общались когда он был бодренький здоровенький а сейчас он уже не может выходить он пограничником был интеллигент такой вот вот он нам машет вот нам машет еще три у нас три адреса на которых мы поздравим наших прекрасных ветеранов мы с большим удовольствием третий год подряд поздравляем ветеранов обязательно и пусть техника немного подвела знаменитые песни знает каждый дальше хором ретро машина едет по следующим адресам такие концерты подарят каждому герою сегодня эфир первого приднестровского тоже тематически что можно будет посмотреть у нас в программе в 10.40 документальный фильм воспоминания «Моя война» своей историей поделится ветеран Великой Отечественной Владимир Громов а в 12.55 Евдокия Данилевская в 13.55 СОКО Кубок Европы прямая трансляция из Кишинева играют Германия и Венгрия в 17.50 торжественное собрание и праздничный концерт подвиг народа в веках и в веках в 18.55 общереспубликанская минута молчания в эфире первого приднестровского ну а в 19.00 продолжится праздничная концертная программа в 20.30 вечерний кэп сразу после специального выпуска программы в путь по новому 79 весна победы ну и еще раз в 21.45 еще одна трансляция из Кишинева Кубок Европы и сборная Молдавии играет с Турцией ну а мы поздравляем всех наших телезрителей всех приднестровцев с этим замечательным праздником с днем победы и пускай это победная весна принесет в ваши сердца только любовь только приятные добрые воспоминания если сегодня будет нотка грусти пускай эта грусть будет светлая ну а мы Александр Войков и Анастасия Чернитинская желаем вам хорошего продуктивного дня и пускай сегодня это время будет только в семейном кругу с положительными эмоциями и с памятью с праздником что что наверное ну что всё это и всё и всё и к всё и всё самое Субтитры создавал DimaTorzok